Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами очень интересной информацией, которую мне недавно прислали на телефон. Я не знаю, откуда она взята, но это исследования, которые провели русские учёные. Учёные выяснили, как реагирует этот вирус на человеческое состояние. То есть какое противоядие вы можете использовать у себя дома просто сами. Так вот, здесь именно данные, какие вибрации излучает вирус и какими вибрациями его можно просто убить. Коронавирус, COVID-19, как и любой другой вирус, является низковибрационной сущностью, замкнутой структурой электромагнитного контура. С частотой резонанса условно примерно от 5,5 Гц до 14,5 Гц. Это очень интересно. В более высоких диапазонах он не активен, а начиная с диапазона 25,5 Гц и выше, вирус просто гибнет. Для человека, живущего в высоких вибрациях, то есть душевного, он не опаснее, чем просто ОРЗ. Ибо организм здорового душевного человека вибрирует в более высоких диапазонах, лишь иногда по разным причинам скатывающиеся на более низкие вибрации. Причинами тому могут быть различные нарушения энергетического баланса, усталость, эмоциональное истощение, переохлаждение, хронические заболевания, ну или какое-то нервное напряжение, вызванное просто стрессовой ситуацией. Вирус в природе, вне тела, не стойк, так как общий среднечастотный резонанс Земли на сегодня 27,4 Гц. Но есть места, где эта частота понижена, то есть естественно или искусственно созданные геопатогенные зоны. Это больницы, тюрьмы, метро, общественный транспорт, где очень много суеты и вот этого всего хаоса. Торговые центры, офисы, питейные заведения. Ну, кстати, есть офисы очень с хорошей атмосферой, поэтому я бы тут поспорила. В этих местах вибрации обычно находятся ниже 20 Гц. Предвижу массу споров и обвинений в ненаучности, я не знаю, кто это пишет, но мне такое прислали. Но время всё очень быстро расставит всё по своим местам. Для всех низковибрационных сущностей и нелюдей этот вирус действительно опасен. Ну, я бы сказала, что иногда даже добрые люди могут находиться долго в каком-то нежелательном состоянии, поэтому им просто нужно помочь подняться на более высокий уровень. Поэтому смотрите, чтобы люди вокруг не находились в каком-нибудь унынии, горе или других отрицательных эмоциях. Старайтесь им помочь. Горе даёт вибрации. Вот состояние горя, когда человек плачет, что-то потерял или кого-то потерял. От 0,1 до 2 Гц. Это горе. Страх. От 0,2 до 2,2 Гц. Обида. От 0,6 до 3,3 Гц. Раздражение. От 0,9 до 3,8 Гц. Возмущение. Что ж это такое? От 0,6 до 1,9 Гц. У меня может быть сильное возмущение, да. Но всё равно как низко это. Вспыльчивость. Да ну вас всех. 0,9 Гц. Вспышка ярости. Я сказала! Ярость. Это 0,5 Гц. Гнев. Ну я всё! Я им покажу! Это значит так. Гнев. 1,4 Гц. Гордыня. 0,8 Гц. Я не буду с вами разговаривать. Так. После гордыни у нас идёт гордость и мания величия. О, это вообще. Это выше. Это 3,1. Вот я прям. Мания величия у меня. 3,1. Это очень мало. Вирус. Да. 14,5 может спокойно пережить. Пренебрежение. Не хочу этим заниматься. Вообще. Не хочу с вами разговаривать. Знаете, какие-то мне не нравятся. Так. Пренебрежение 1,5 Гц. Превосходство. 1,9 Гц. Я вас всех превосхожу. Я гораздо круче, да? Великодушие. Вот великодушие. Сразу, когда ты проявляешь кому-то великодушие, о ком-то заботишься. Ты его прощаешь. Даже если он ведет себя как-то не очень. Вот сразу 95 Гц. Насколько мощно. То есть там вирус 14,5, а тут 95. Конечно, там помрет сразу. Загнется этот вирус. Так. Благодарность. Просто слово спасибо. 45 Гц сразу дает. Говорите чаще спасибо. Вот принес вам кто-то поесть, а вы скажите спасибо. Подал вам это, не знаю, сумму. Спасибо. 45 Гц, значит. А сердечная благодарность, когда вы очень сильно прочувствовали и действительно искренне от души благодарны, дает 144 Гц и выше. Сострадание. То есть это вот проявление какого-то сочувствия, но при этом довольно высоко получается. 150 Гц и выше. А жалость, вот именно когда просто жалость испытываешь, просто жалко кого-то, это всего лишь 3 Гц. То есть сострадание и жалость это две разные вещи. 150 и 3. Это, ну, очень большая разница. Когда просто тебе жалко, это другое. А когда ты, как бы, сострадание и помощь, наверное, то есть ты находишься в довольно высоком уровне помощи, желания помочь, сразу 150 Гц. Любовь. Это вот когда человек понимает, что любовь – это хорошее, светлое чувство и большая сила. Здесь есть различия. Если человек просто понимает, какой должна быть любовь, но сердцем еще не прочувствовал ее, то это дает вибрации всего лишь 50 Гц. Но это 50 Гц по сравнению с 14,5, все-таки, ну, хорошо работает. Все равно любовь – это вот 50 Гц минимум. А если любовь человек испытывает и генерирует изнутри всем своим сердцем, и он не просто любовь даже вот к одному человеку, а вот он испытывает любовь настоящую ко всему живому вокруг, вот реально сильную настоящую любовь, такую как он, сильного духовного человека, то это сразу 150 Гц и выше. То есть там неизвестно, насколько она может быть выше, это любовь, насколько мощнее можно испытать эти чувства. Любовь безусловная, жертвенная, вселенская. То есть это вообще когда просто, вот, не знаю, просветлел, наверное, от 250 Гц и выше. Так. 7,6, от 7,6 до 7,8 Гц. И хорошие новости. Однако частота Шумана начала в последнее время резко возрастать. Проследим динамику. Январь 95-го – 7,80 Гц. Январь 2000-го – 9,30 Гц. А апрель 2014-го – уже 15,15 Гц. То есть это уже выше самого этого вируса. Автор этого исследования – Гильмуддинова Флюра Габтрауфовна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры клинической физиологии и нелекарственных методов факультета повышения качества медицинских работников Медицинского института Российского университета Дружбы народов. Город Москва. Я считаю, что полезное исследование, и тем более, если люди научатся держаться в более высоких частотах, то просто мир поменяется. Представьте, насколько, если люди будут контролировать свои эмоциональные тона, стараясь просто выжить в этой эпидемии, просто насколько сразу легче станет в этом мире жить, сколько больше станет вот этого позитива, больше улыбок, больше понимания, хорошего сотрудничества и вообще добрых, прекрасных отношений. Конечно, я понимаю, что бывают такие ситуации в жизни, кто-то на ногу наступил, кто-то вас специально обидел, кто-то ещё что-то сделал. Но вот именно научиться подниматься по этим уровням и на самом деле достичь того уровня, когда вы стабильно находитесь непоколебимо в каком-то более высоком состоянии, когда вы можете не реагировать ни на что плохое, то я считаю, что это вообще здорово, если люди научатся это делать. Я, если честно, знаю одну технологию, которая помогает людям, во-первых, определить, в каком они хроническом тоне находятся, потому что одно дело просто как бы быть в этом уровне, а другое дело пытаться быть. То есть, например, человек на самом деле чувствует, что ему что-то не нравится, ему что-то вот плохо внутри всё время, он ворчит, или он даже если не ворчит, но он внутри себя, вот какое-то вот такое вот происходит у него. И вот это выключить не всегда удаётся, и не всегда человек понимает вообще, что с ним происходит. И особенно сейчас, когда средства массовой информации создают вот эту шумиху, пытаются давить на людей, пытаются сделать так, чтобы люди были запуганными. Я не скажу, что многие специально пытаются. Бывает так, что просто человек услышал про коронавирус что-то в очередной раз, и у него начинает сразу усиливаться сердцебиение, он начинает думать, что это всё плохо, что я не выживу, или реально бояться находиться в каком-то тоне страха и испытывать какие-то плохие эмоции. Конечно, что можно порекомендовать, это просто найти способ, который вас поднимает выше по уровню тонов, по шкале тонов. Кому-то, может быть, посмотреть надо просто какую-то юмористическую передачу, кому-то надо действительно сделать что-то хорошее, чтобы самому подняться на уровень выше, кому-то надо побегать спортом, позаниматься. То есть прийти в хорошее состояние можно разными способами. Я думаю, что интернет полон всяких разных способов, но именно если вам интересно больше именно про шкалу тонов, как работают вот эти тона, почему люди застревают в них, как определить, в каком уровне тона находится твой сосед, и что ему светит из-за этого уровня, и как вы можете ему помочь, подняв его по уровню тона, и как вы можете себя поднять по уровню тона, как вы можете помочь своим детям, своей семье и так далее. Если вам это интересно, то я оставлю ссылочку в описании, и вы можете посмотреть. Хотя я знаю, что многие сейчас слышали какую-то не очень хорошую вещь про саентологию, но я могу сказать, что вот эти данные по шкале тонов уже давно известны были учёному Рону Хаббарду, который действительно провёл эти исследования и разработал программу, как реально человек может подняться на более высокие уровни. Если кому-то интересно, пожалуйста, смотрите. Если нет, проходите мимо. Если кому-то достаточно просто понять для себя, что хорошее настроение – это залог успеха во всём, включая выживание в страшной эпидемии или где-то ещё, ну, если кому-то достаточно, то, пожалуйста, просто применяйте это в жизни. Я буду очень рада, если этот мир станет немножечко светлее. Кому интересно вообще слушать мои видео и информацию, которую я нахожу, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои другие видео. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok